Музыка Карина, я рада тебя приветствовать из города Санкт-Петербурга. Карина, спасибо, что согласилась принять участие в сегодняшнем интервью. Я думаю, что у нас с тобой получится замечательный разговор. И первый вопрос для тебя. Расскажи, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься и где находишься. Здравствуй, Кира. Огромный тебе привет в далекой Бразилии. Хочу первым делом попросить прощения за то, что не смогла записать себе видео раньше, так как у нас идут дожди, и поймать очень теплую, хорошую погоду трудно. Начну с того, что я нахожусь в данный момент в Бразилии, в Сан-Паулу. Занимаюсь изучением бразильского языка и культуры, а также преподаю русский и английский языки бразильцам. Ты сейчас живешь в Бразилии, тебе нравится жить в Бразилии. Расскажи, пожалуйста, подробнее, чем тебя привлекает Бразилия, что нравится. Так как мне нравится теплая погода, море, пляж, то, соответственно, Бразилия для меня идеальный вариант. По сравнению с Египтом или Россией, в Бразилии намного проще. Так скажем, меньше запретов, больше свободы. Что еще мне нравится? Нравятся свежие фрукты, свежие овощи, более здоровый образ жизни. И так как мне кажется, здесь очень много на самом деле возможностей. Что-то можно строить, что-то можно создавать. Карина, я знаю, что ты много путешествуешь, что ты любишь путешествовать. Расскажи, что для тебя означает путешествие и сколько языков ты уже знаешь. Я люблю путешествовать, потому что путешествие дает мне свободу там, где мне хочется быть. Свободу узнать новые страны и новых друзей. Я уже знаю, соответственно, русский язык, немножко арабский, португальский, английский. Ты всегда находишься в замечательной физической форме. Расскажи, пожалуйста, и раскрои нам некоторые свои секреты, как ты поддерживаешь такую замечательную форму. На самом деле никакого секрета нет. Я стараюсь есть меньше мяса, больше овощей и фруктов. Я не пью котированные напитки, пью воду и натуральные соки. И каждое утро, когда я просыпаюсь, я делаю зарядку минимум 30 минут. Вот и весь мой секрет. Карина, я знаю, что ты любишь читать книги Вадима Зиланда. Расскажи, пожалуйста, что на тебя произвело наиболее яркое впечатление после прочтения его книг, а также применяешь ли ты сейчас транссорфинг в своей жизни? Интересный вопрос на самом деле. Больше всего меня впечатлило в книгах Зиланда то, что я нашла себя, нашла свои идеи, нашла философию жизни. В принципе, большинство о том, что он пишет в книгах, это то, о чем я уже, в принципе, знала раньше. В данный момент я использую, конечно же, визуализацию и позитивное мышление. Карина, ты очень яркая, энергичная и жизнерадостная. Расскажи, пожалуйста, о своей философии, о своем взгляде на окружающий мир и людей, о своих жизненных принципах и приоритетах. Философия моей жизни такова. Я отношусь к жизни с юмором, отношусь к вещам проще, чем это могло бы казаться, это касается проблем. Я стараюсь не создавать из маленькой проблемы большую. Я стараюсь жить на самом деле сегодняшним днем. Конечно же, я задумываюсь о будущем, но хотелось бы жить здесь и сейчас. Я отношусь к людям так же, как я бы хотела, чтобы они относились ко мне. Я люблю очень природу, животных и очень, соответственно, уважаю. То есть я стараюсь не мусорить, а создавать порядок и создавать что-то красивое, то, что находится рядом со мной. Карина, тебе большое спасибо за данное интервью. Я считаю, что у нас получился с тобой отличный разговор. Я желаю тебе успехов в твоих делах, в твоих проектах и до новых встреч. Кира, это тебе огромное спасибо за то, что пригласила меня принять участие в данном интервью. На самом деле мне досталось это очень нелегко, так как я забываю уже совсем говорить по-русски. Поэтому, если нужны будут какие-то другие проекты, пожалуйста, приглашай меня, чтобы практиковаться говорить по-русски. И хотелось бы с тобой, конечно, бы увидеться вживую. Дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал вот здесь. Оставляйте ваши комментарии вот здесь. До новых встреч!